Друзья, приятно мне с вами собираться за классными играми здесь на канале, где мы каждую проходим на 100%. Давайте сегодня в 27 части пройдем обучение, посмотрим чему же нас научат, когда мы прошли уже всю кампанию. Чтобы выбрать и переместить отряд, щелкните на нем левой кнопкой мыши. Чтобы заставить двигаться выбранный отряд, щелкните правой кнопкой мыши на точке назначения. Если вы щелкните правой кнопкой мыши на вражеском отряде, ваш отряд будет атаковать его автоматически. Хорошо. Теперь попытайтесь переместить воина к дереву справа. Что будет, если мы разрушим ферму? Или она не рушится? Да, смотрите, у нее жизни восполняются. Это предусмотрели. Да, оставь мне карту. Учернись на мою крючку. Держи, двигай! Учернись на мою крючку. Учернись на мне. Учернись на мою крючку. Держи, двигай, двигай! Чтобы выбрать более одного отряда и перетащите курсор с нажатой кнопкой через все отряды, которые хотите выделить. Выбранные отряды будут слушаться ваших команд как группа. Попытка не пытка. Переместите все отряды на экране в точку слева. Если мы их поубиваем. Атакаааааак! Что это? Что это? Атакаааак! Вы можете сделать это лучшее. Давайте, попробуйте снова. А, вот как, да? Попробуй! Попробуй! А-а-а! Давайте, может, вы тогда сможете, нет? Да? Тренируйте мне. Тренируйте мне. Атакааааак! Атакаааак! О, одновременно слизнулись, как я и хотел. Да? Атакаааааак! Что это? Атакааааак! О, одновременно слизнулись! Аааа! Ааа... Ты можешь сделать лучшее, чем так. Давай, попробуй опять. Да? Такой диалог не все видели, точно. Пишите мне! Вы можете выбирать все отряды одного типа, которые видны на экране, щелкнув на одном отряде при нажатой кнопке Ctrl. Если вы попробуете использовать Shift и Ctrl с кнопками пада, вы можете выбирать отряды более эффективно. Два. Атака. Когда вы выбираете отряд, справа вверху высветится шесть иконок команды, среди них иконка команды нападения или иконка мяча. Когда вы щелкните левой кнопкой мыши на кнопке атаки, курсор перейдет в режим атаки. Затем щелкните правой кнопкой мыши на цели или месте, ваш отряд будет двигаться к данной цели или месту и начнет ее атаковать. Эй, хотите снять напряжение? Атакуйте здание слева. Я готов! Я готов! Я готов! Ах! Я готов! Ах! Я готов! Да? Ах! 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 О! Я готов! Я готов! Попробуйте в моем лицу! Что это? Я готов! Следуй мне! Следуй мне! Поехали! Поехали! Если вы щелкните правой кнопкой мыши на обозначенные цели при включенном режиме атаки, ваш отряд будет игнорировать всех противников на пути к этой цели и нападет только на обозначенную цель. Напротив, если вы щелкните левой кнопкой мыши на обозначенные цели при включенном режиме атаки, ваши отряды будут атаковать всех врагов на своем пути к обозначенной точке. Только здесь, по-моему, это правой кнопкой нужно показывать. Или правой на закрытую карту, ну, что-то не всегда левой, в общем, это точно. Если вы отдаёте приказ своим отрядам атаковать обозначенную цель, ваш отряд не будет отвечать на любое нападение со стороны противника на пути к месту назначения и может убить себя, напав на врагов. То есть нападает и потом такой, раз, харакири. С другой стороны, если вы прикажете ему атаковать точку назначения вместо вражеского отряда, он будет нападать на каждый отряд, который встретится на его пути. Поэтому вы должны использовать режим атаки при помощи щелчка на точке назначения. Вы отдаёте приказ вашему отряду двигаться в указанную точку. Ну да, это самый лучший способ передвижения. Вы можете перейти в режим атаки быстрее и проще при помощи горячей клавиши A. Теперь выделите все отряды за экране и прикажите им атаковать, используя горячую клавишу A. Поехали! Ах! Вот я. Что, если левая я покажу? Атак! Атак! Оставай мне! Ах! Здесь я! Оставай мне! Оставай! 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 Лидера. Что это? Следуй мне! Следуй мне! Держите встроение. Держите! Держите! Держите в моем плене! Давайте проиграем! Что это? Что это? Что это? Следуй мне! Следуй мне! Да? Я готов! Что это? Да? Умер, дурак! Что это? Умер, дурак! Давайте проиграем! О, не уйдет! Вот я иду! Умер, дурак! Ты можешь сделать лучше, чем это. Давай, попробуй снова. Теперь, дуракь все унисы, которые на экране, и предупреждайте их в атаке, используя блоки. Да? Он сам пошел. Он сам пошел. Я готов. Что это? Да? Да? Да! Давайте еще раз. Порубаем друг друга. Вот я иду! Что это? Вот я иду! Не успел. Единственная цель в миссии или многопользовательской игре, а задание сводится к уничтожению противника. Чтобы вынести это, вы должны производить так много отрядов, насколько это возможно. Вы можете производить или даже модернизировать ваши отряды в некоторых зданиях, таких как бараки и тому подобное. Вы должны использовать крестьянина или раба-гнома, чтобы строить здания. Крестьянин, один из основных и самых важных отрядов, используется для постройки зданий и сбора ресурсов. Без него вы просто не сможете играть в игру. Крестьян можно обучать в хранилище. Когда вы щелкните на хранилище, вам станет доступна иконка тренировки крестьянина. Денег вообще не дали, только на одного. С обученным крестьянином вы сможете строить здания, где вы сможете обучать другие отряды, но на такие постройки потребуются такие ресурсы, как золото и железо. Чтобы собирать ресурсы, выберите крестьянина, затем щелкните правой кнопкой выше на ресурсах, и теперь собирайте золото при помощи крестьян. Если вы пошлете на сбор урожая только одного крестьянина, то на это потребуется слишком много времени. Чем больше у вас крестьян, тем быстрее вы можете... Теперь построите барак возле склада, после того как соберете полторы тысячи единиц золота. Тем быстрее вы сможете, наверное, научиться читать, потому что там еще две строки где-то было, я не прочитал, друзья. Но я думаю, вы видели. Нам нужно собрать полторы тысячи. Сейчас мы не будем это делать. Так, мы можем... О, мы можем построить ферм. Да, сейчас мы тут немножечко порасширяемся без полутора тысяч. Молка урожая. Молка урожая. Молка урожая. Наверное, оно все взорвется. Если мы построим там фермы до барака. Вот, проверим заодно. Но сразу тоже, знаете, всякие интересные хочется штуковины изобретать, чтобы поломать игру. Что если вот эти девяносто тысяч все вытаскать и полторы тысячи не заработать? То есть... Делать крестьян и убивать... ...сам... ...собой. ...собой. То как тогда? Скажут попробуйте снова или... ... все, зайдем в this package. Что это вамoscено? Что сказатьitat colleague machtongleis? Тут проблений. Брёночка Музыка такая хорошая, такая душевная, такая тёплая Тёплое это хорошее слово Уместное для этой музыки Почему именно 93 тысячи в этом буднике, вот как это было? Представьте, сидит разработчик На редакторе карт нажимает два раза и ему спрашивают, сколько задать здесь? И он так, 93 От фонаря, а вдруг это, например, был там год рождения у любимой девушки? Кто был, он даже не знает Так И он так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если только у меня был пикакс... Что я могу сделать? Если только у меня был пикакс... Что ты хочешь? Так, труда пока не пускают. Просто дай мне пикакс. И база 3500 стоит. Просто дай мне пикакс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что я могу сделать? Просто дай мне работу. Что я могу сделать? Сейчас я буду заниматься. Если только у меня есть работы. Что я могу сделать? Сейчас я буду заниматься. Если только у меня было пикакс... Если только у меня было пикакс... Если только у меня было пикакс... Что ты хочешь? Что ты хочешь? Да, там туман войны. Да, это прискорбно. Просто дай мне работу. Давайте попробуем построить базу. Или... Или из этой попробуем сделать место сбора сюда. Может так пройдет. Что я могу сделать? Кажется не найдет. Всёisedpит которых колокола. Я не могу никого обвести и поставить в строй. Какой-то может сделать? Камerto говорю с канцерли correct! Какой-то может безмоногфаarez палит как подарочка? Для добычи вот 4 лучше всего, я уже говорил об этом на протяжении, на ману 3 и 12 на золото. Больше, если послать, то эффективность увеличится в добыче. Только если расстояние будет более значительное, тогда да, а так нет смысла. Если только у меня был пикакса, просто дай мне работу. Производство воинов и строение ферм. Не дало воинов произвести сразу. Вы можете тренировать воинов, как только построите барак. Имейте в виду, что обучение воина стоит 1000 единиц золота. Теперь обучите воина. Больше золота требуется. Если только у меня был пикакса, я буду заниматься сейчас. Что я могу заниматься сейчас? Просто дай мне работу. Я столько их строил. Что-то еще разломали. Может, хватит? Если вы хотите поддерживать как можно больше отрядов, вы должны строить фермы. Я, как бы, заранее это сделал. Одна ферма может прокормить 10 крестьян. Вы не можете тренировать отряды, если для их прокормления нет достаточного количества ферм. Войну требуется порция, эквивалентная двум крестьянам с фермы. Вы можете тренировать до четырех воинов друг за другом. Но это в первоначальной версии было максимум четыре. Тут уже наделали больше. Просто дай мне работу. Мы не можем строить там. Чтобы хороцировать ресурсы. Если у вас недостаточно еды, чтобы тренировать воина, построить заполнительные фермы. Я готова. Если только у меня был пикакса. Войны могут атаковать противника только в пределах своего клинка. Поэтому они не могут нападать на воздушные отряды. Отряды ближнего боя, такие как войны, называются рукопашными отрядами. Чтобы нападать на воздушные отряды, вы должны обучить лунчиков. Я еще их не обучал, а они уже появились. Отряды широкого диапазона, такие как лунчики, называются отрядами дальнего действия. Здесь лучники, кстати, правильно написаны. Воинов и лунчиков можно обучить в бараках. Однако лунчикам также нужна тренировочная площадка для обучения. После завершения строительства тренировочной площадки, используйте собранное золото и железо для обучения лунчиков. Для этого потребуется 800 единиц золота и 80 единиц железа, чтобы обучить лунчиков. Железные рудники обычно располагаются рядом с золотыми рудниками. Издеватель, построй. Я готов. Я готов. Поехали мне. Поехали мне, Блэй. Ах, вот я иду! Поехали мне, Блэй. Я готов. Что это? Я готов. Поехали! 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 Поехали мне. Да? Поехали! 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 Если у меня только ухали! Нужно заплатить на фермы. Нужно больше грамм, больше грамм, больше грамм, больше грамм. Что это? Как могу я служить? Волны — основные рукопашные отряды, а лунчики — основные отряды дальнего действия, низ человеческих отрядов. Хотя у лунчиков низкая скорость и они слабее воинов, в атаке и защите они способны атаковать на расстоянии и сбивать воздушные цели. Ваши силы будут сильнее, если вы развесите воинов на переднем фронте, а лунчиков оставить их в тву, чтобы обеспечивать их прикрытие в сражении. Хорошо, давайте посмотрим, что вы узнали. Помните, Рим строился не один день, чем больше вы практикуетесь, тем больше вам нравится игра. В этой миссии обучают крестьян, воинов и лунчиков и используют их, чтобы убивать скрытых борцов-орков. Братуха-борцуха. И, наконец, чтобы закончить миссию, уничтожьте здания Тёмного Легиона, расположенные на Южном Холме. Уничтожить всех врагов. Что я могу сделать? Если только у меня есть пик-акш. Что это? Что это? Как могу я служить тебе? Как могу я служить тебе? Я ждать тебя. Я здесь. Я обещаю. Поехали. Поехали. Я ждать тебя. Поехали! Я ждать тебя. Крекция. Я ждать тебя. Поехали. Поехали. Да, вернитесь на меня, Блэйд. Как могу я служить тебе? Я здесь. Поехали. Поехали. Я здесь. Поехали. Поехали, милая. Милая. Звули. Я здесь. Дальше. Поехали! route! Как могу я служить тебе? Я здесь. Проехали! Что? Поехали, милая, милая. Поехали! Да, играй. Куда мыationship, преодолим Trainerheim? Поехали! Ну, мы посмотрим. А вам нравится Kingdom Under? Kingdom Under? Kingdom Under? Kingdom Under? Kingdom Under? Kingdom Under? Камбай, на паула Аллаты! Вот такое обучение Удали про построение, может, в каком-нибудь соединении Я готова Я готова Спасибо, что были со мной Спасибо 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 Спасибо